Субтитры подогнал «Симон» 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 Гордеева Елене Яршовый конь Я должен сказать, что аттестат с золотой медалью в этой школе пока первый и пока единственный поэтому это особенно приятно особенно волнительно поэтому я с огромным удовольствием вручаю аттестат аттестат ну пока без золотой медали золотая медаль будет вручена в колонном зале Дома Союза поэтому пока только аттестат аттестат с золотой медалью Коваленко Юлия Сергеевна АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У медали, как известно, две стороны вот одна сторона это радость это волнение, это восторг а другая это титанический труд кропотливый, повседневный иногда изнуряется одновременно с учениками и их родителей нам хотелось бы, чтобы сюда поднялись Наталья Юрьевна и Сергей Савич и разделили со своей дочерью с нами эту радость пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А также есть замечательная традиция говорит, Юля, подожди Юля говорит несколько слов о тех детях которые покидают стены нашей школы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поздравляю тебя! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В среднем образовании Коноваловой Людмиле но не хочется по отчеству Коноваловой Людмиле АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В образовании вручается Коноваловой Ольге ну, как уже здесь стало ясно это сестра Люды АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С прекрасным мастером золотые руки с прекрасным художником позвольте от имени нас всех родителей преподнести вам книгу художники Русского театра АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ильиной Наталье и Ильиной Елене. Мы ее, так думаем, в скором времени увидим на подиумах Рима, Венеции, Токио. Рио-де-Жанейро. Ну а вторая просто красавица. Очаровательная. И тоже скоро увидим. Я хотела бы пригласить сюда маму этих замечательных красавиц, Валентина Федоровна, пожалуйста. Эта женщина достойна рекламы. Она одна, спасибо, двоих девушек. Маша, Маша, Маша. Так, бегут быстро, посмотрите. Хочу сказать о Маше. Ты человек очень мягкий, спокойный. Такой доброжелательный. Видите, да, какое дело. Волнуюсь. Когда я впервые ее увидел в театральном костюме, в спектакле, вот первое, что я про себя сказал, ну, кинозвезда. Если не сейчас, то в будущем. Походка, осанка, поворот головы, движение. Ну все, как у звезды голливудской. Ну, может быть, так и случится, как знать. Поэтому я с удовольствием вручаю аттестат о среднем образовании Кордеевой. Это я был прав. Ну, я только могу слава восхищения, таланта Лены выразить здесь. И, конечно, в будущем мы думаем, что этот человек принесет славу нашей танцевальной школе. В будущем, я так думаю. И поздравляю Вериму Михайловну и Николаю Степановичу с этим замечательным днем, я подчеркиваю, с этим замечательным днем в вашей жизни. Вы меня поняли. Поняли. Любовь Николаевна, мы просим вас тоже подняться сюда. Мне. Ну, это прекрасное, редкое имя. Их у нас несколько. Марин, ну, Ласкова, Машенек. Наших замечательных девочек. Поздравляю. Регина Вронимна и Петр Александрович, пожалуйста, пожалуйте к нам на сцену. Регина. Я хочу сказать вам, что этот человек необыкновенно гордый. И вот если она пронесет эту гордость через свою жизнь, это будет замечательно. Это необыкновенно волевой человек при желании может достичь потрясающих успехов. Спасибо. Вот Лена одна из трех театральных художников в нашей школе. Я думаю, что те родители и дети, которые присутствовали в течение двух лет на наших различных мероприятиях театральных, то видели талант Лены как художника. Я думаю, что в будущем должна все-таки развивать эти свои способности. Вручается Сафронова Екатерина. Класс, в котором два года учились одни девочки. Вот вам еще Симакова и Светлане. Халавна, Валентина Александрович, пожалуйста, типа сюда. Поздравляю. Вручается Лобановой Виктория. Валентина Александровна, Владимир Андреевич, пожалуйста. Виколика, подожди. Аттестат о среднем образовании вручается Козловой Татьяне. Маргарита Евгеньевна и Юрий Владимирович, пожалуйста. Мы как жаль, что не пришли. Ну, пожалуйста, передает нам большое благодарность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ирина, она тоже закончена, она хорошо и отлично. АПЛОДИСМЕНТЫ И я так думаю, если вдруг необходимость у меня такая появится, то она в любой момент меня выручит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Валентина Васильевна, мне особенно приятно, чтобы вы сегодня, дорогой вы наш человек, поднялись сюда на сцену. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вашу школу. Этот человек обладает просто потрясающей добротой, вниманием к людям. Она столькими талантами обладает, так же, как и Юлия Коваленко, поэтому эти люди мне просто близки. по духу. Они всегда пойдут навстречу. И, наконец, она просто хороша собой, замечательная актриса. Поздравляем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аттестат о среднем образовании вручается Бармаковой Динарии. Так, сюда. Пожалуйста, на. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друг. Очень добрая девочка. Обладает очень большим трудолюбием. Всегда... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хотела бы сказать об Оксане, что это человек тоже очень честный. Посмотрите, вот сколько все-таки я называю людей порядочных, честных. Они, может быть, и сами о себе вот как-то не такого мнения, как о них сегодня вот здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вручается Андрееву и Татьяне. С феноменальными способностями в плане шитья. Это человек, который пошел столько костюмов, причем так все это быстро делает. Вот на себя она все шьет. Это же тоже такой колоссальный труд. И талант. И талант. Причем к ней обращаются за помощью многие, в том числе даже я. Я невольно вспомнила Александра Сергеевича Пушкина, Татьяна Русская, Ашин. АПЛОДИСМЕНТЫ Азарсковой Ольги. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Олимпийская, на Олимпийском египетах. Человек очень спокойный, уравновешенный, оставайся всегда такой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательную плеяду пополняет еще и Таня. Человек очень хорошо рисует. Тоже спокойный, выдержанный. И мне особенно приятно поздравить Валентину Сергеевну с окончанием дочери нашей школы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нас всех не подвезти и выступить в концерте. Она сегодня пришла. Спасибо тебе большое за такое чувство товарища. Это человек замечательно ждет, танцует. Вы ее сегодня увидите в танце цыганском. С благородным танционом поздравлять учеников 11-го А-класса. Но им было повеселее, может быть. Им было похлопотнее, может быть. Потому что в этом классе уже, так сказать, ну как, кто-то не слышу шепчет, тут было все нормально. Мальчики и девочки. То есть все как... Как у людей. Как у людей. Аттестат о среднем образовании вручается о пользанной и дне. Она закончила третью школу только на хорошо и отличную. Я не принимаю эстафету с Надеждой Семеновной, но я не обладаю таким актерским даром разноречия, как Надежд Семеновна, но я вкладываю всю душу, частичку своего сердца в те слова, которые я скажу ребятам. Я хочу поздравить всех прекрасных родителей Марии Васильевны и Леонид Васильевича. И пригласить их вот вам. Спасибо. Ирочка, спасибо за то, что прибыла рядом. в нашем коллективе такое нежное и доброе создание, которое приносит нам только радость всегда и гордость. Те слова, которые, можно сказать, в адрес ее таланта как актрисы, вы увидите ее немножечко позднее, поэтому я просто замолчу. На новый учебный план, новый статус, были тревоги, были сомнения, стоит, не стоит, надо, не надо, и в конечном счете все-таки решили дать такую возможность девочкам и юношам, которые все-таки захотят продолжить свое музыкальное образование, дать им такую возможность. И на свой, может быть, страх и риск ввели в учебный план два необычных, нетрадиционных предмета. Это основы дирижирования и постановка голоса. Это то, что дается уже на уровне среднего специального музыкального образования. И вот Наташа Аверчукова, я о ней хочу сказать, она у нас одна из первых девушек, которая прошла вот этот двухлетний курс, курс постановки голоса и основ дирижирования. Так что мы все надеемся на то, что в будущем она станет профессиональной певицей, и мы увидим ее на большой театральной сцене. Иди, Наташа. Я хочу попросить на сцену прекрасную мамочку, которая у нас воспитала не только вот такую красивую, куколу, талантливую девочку Наташу, но вот сидит еще одна сестричка Катюшка, которая пришла и болит за свою стричку, и которая воспитала прекрасного сына, на котором учатся у нее сейчас ФРГ, и в общем-то мама, которая больше не знаю каких прекрасных троих детишек у нас сама так подняла. Спасибо большое. И мне хочется, чтобы вот то, когда та характеристика, которую мы написали на Кашинке, чтобы она несла свою лепту, и чтобы произвела огромное-огромное такое впечатление на нашу комиссию, только с Васильевичем должны были бы читать. Да, я почему хочу зачитать, потому что это тоже, в общем-то, первая попытка, наш первый такой шаг может быть рискованный, но тем не менее мы решили это сделать. Характеристика выпускницы 11 класса средней школы гимназии 676, Аверчуковой Натальи Михайловны. Наташа обучается в данной школе с первого класса, училась все годы только на хорошо и отлично. К учебе относятся всегда серьезно. Наташа прекрасно владеет собой, спокойно взвешивает свои поступки, с уважением относится к окружающим. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом. За время обучения закончила музыкальную школу хоровое отделение, занималась дирижированием и вокалом, участвовала в концертах в скором в Зеленограде, Москве и Московской области. Была на гастролях вместе с хором в Каунасе, Таллине, Болгарии. Как вокалистка принимала участие в школьных концертах города Зеленограда. Администрация гимназии номер 676 рекомендует выпускнице Аверчуковой Натальи продолжить обучение в музыкальном училище города Твери на вокальном отделении. Аттестат о среднем образовании вручается Вала Акиревой Александре, которая, мы тоже надеемся, будет участвовать профессорами. Мне хочется поздравить родителей Саши Юрьевны Гердольфа и Павла Аркадьевича. С окончанием средней школы гимназии, тоже вот с каким-то не совсем обычным чувством, юношу, который навсегда удивлен, радовал. Вот мы говорили, они поют, они танцуют, они сочиняют стихи, они шьют прекрасно костюмы, то есть обладают массой всяких талантов. Но вот Юра Амосов, я сейчас его хочу поздравить, он великолепный пианист, прекрасный актер, но помимо всего прочего, да, он скрипач у нас, замечательный скрипач, но помимо того, что он закончил с пятерками практически, две четверочки у него всего закончил школу, он, вот это тоже его особенность, он не только лирик, но он еще великолепный физик. На Олимпиаде городской, да, Юра, он у нас занял второе место. Так что, видите, первое, виноват, Юрочка, извини, ради Бога, понизил. Вот видите, первое место. Поэтому особенно приятно, что помимо того, что дети, так сказать, приобретают знания гуманитарных предметов, они эстетичны, они, так сказать, обладают большим кругозором, они еще и держат уровень и в технических науках. Это тоже для нас приятно и ценно. Поздравляю тебя. Вот так. Никого не целовала, Надежда. Но это моя любовь, я, по-моему, это никогда и не скрывала. У меня ж мужчин нет в классе. Сейчас мы уже не ошибаемся и хотим с удовольствием показать чудесных родителей, которые, ну не знаю, куда они... Учитель не только учит, но и учится. Вот чему я учился у Юры, открываю вам свой секрет сегодня. Это его поразительной выдержки, такту, сдержанности. То есть никогда, как бы ни складывались обстоятельства, он не позволял себе, вот как мы говорим, выйти из себя. И вот это, по-моему, прекрасное человеческое качество, которое в жизни должно Юре помочь. Спасибо тебе, Юра. Спасибо, Васильевич. Я не могу сказать, извините, я порогаю в другой класс. Но я тоже благодарю судьбу за то, что она свела меня с таким замечательным просто человеком. И вот с Юрой, вы знаете, вот Юра и Юля, как-то это такие люди, вот когда тяжело, они всегда звонят, мы вас не подведем, мы придем, там сценарии, они быстро все сделают, как-то все вместе. Долго вот вчера здесь сидели, готовились. Как-то не особенно приятно и сегодня понравится. Спасибо. Юра, ты сегодня не уйдешь от сценария. Я присущусь ко всем прекрасным словам, которые были сказаны только что сейчас. Но вот мне кажется, что когда-то, когда-то, совсем скоро мы скажем, ведь у нас на нашей сцене стоял большой-большой ученый. Дай Бог, чтобы мои слова были, Юрич, поздравляю вас. Спасибо. Аттестат о среднем образовании я с огромным удовольствием вручаю Гребеньковой Юлии, которая закончила среднюю школу двумя четвертыми. Остальные у нее все отличные оценки. Я хочу поблагодарить прекрасных родителей Юлечки, Ларису Афанат, Ларису Асентьевну и Вячеслава Сергеевича. Особенно хочу принести свои теплые слова папе, который всегда, всегда приходил на родительские собрания. Никогда он не пропускал ни одного родительского собрания. Это я хочу взять наружение всем папам, которые еще будут пропускать своим детишем. Я хочу вас поздравить. И Хобстер, что когда-то я пользовалась услугами Юлечки. Юлечка, это очень трудное название того заведения, где надо встретить самосказание. Все из товарищеского суда, но все те же. Да, то есть вы понимаете, что все наши гордости и надежды. Спасибо, Юлечка. Здравствуйте. Аттестат о среднем образовании вручаю Богакиной Марии. Вот вы знаете, вот так и хочется Абвы Марию запеть. Мария, Мария. Я хочу поблагодарить. Ну, кстати, я хочу поблагодарить. Спасибо. Здесь у меня есть вывод.